Доброе утро, с вами Егор Матаев, в эфире выпуск новостей. И вот главная тема к этому часу. Жителям ДНР и ЛНР, которые переезжают в Алтайский край, будут оказывать бесплатную юридическую помощь. Такую инициативу рассмотрят на апрельской сессии КЗС. В мае этого года исполнится 100 лет со дня постройки Чуйского тракта. Праздновать вековой юбилей уже начали в Алтайском крае. В Барнауле открылась выставка под открытым небом. В Барнауле отремонтируют все городские башенные часы. Недавно в краевой столице завершился прием заявок на аукцион. Как будет проходить ремонт, смотрите в выпуске. Жителям ДНР и ЛНР, которые переезжают в Алтайский край, будут оказывать бесплатную юридическую помощь. Такую инициативу рассмотрят на апрельской сессии КЗС. Повестку озвучил губернатор Виктор Томенко. Разработка законопроекта связана с событиями на Украине. Его положение касаются граждан России, Украины, Донецкой и Луганской народных республик и лиц без гражданства, постоянно проживающих на названных территориях. Оказывать бесплатную юридическую помощь имеют право органы исполнительной власти края, МФЦ, уполномоченные по правам человека, а также уполномоченные по правам ребенка в регионе, адвокаты, нотариусы и другие ведомства. Новый физиокабинет появится в одном из Барнаульских протезно-ортопедических центров. Там занимаются изготовлением нижних и верхних протезов, помогают адаптироваться гражданам к ношению симуляторов конечностей. А чтобы каждый пациент полностью смог реабилитироваться, необходим курс терапии. Для этого в центре разработали социальный проект «Навигация движения». Он получил поддержку от государства 500 тысяч рублей. На территории Алтайского края проект по поддержке предпринимателей социальной сферы уже реализуется во второй раз. В прошлом году на развитие бизнеса было выделено 8 миллионов рублей. В этом году тоже можно претендовать на поддержку. На это направят 29,5 миллионов. 53 миллиона рублей направят на покупку музыкальных инструментов и оборудования для детских школ искусств. По нацпроекту «Культура» 11 алтайских дышей получат по 4 миллиона 800 тысяч рублей на модернизацию учреждения. Так, в Волчихинскую школу искусств уже доставили 6 пианино, мофильную печь, гончарный круг и хореографические станки. В «Бийской дыши» номер 4 приобрели гитары, балалайки, интерактивную панель, мольберты и другое оборудование. Учреждения Барнаула, Краснощековского и Тюменцевского районов поступила учебная литература. 619 тысяч рублей. Начальная стоимость контракта по ремонту четырех барнаульских башенных часов. Недавно в Краевой столице завершился прием заявок на аукцион. Пока комиссия выбирает победителя среди подрядчиков, наша съемочная группа узнала, зачем нужны башенные часы в Краевой столице. Поменяйте часы на диодные. Видно издалека и куда надежнее этих старых механизмов. Такие сообщения стали появляться в социальных сетях в ответ на новость о том, что в Барнауле за 600 тысяч рублей отремонтируют городские часы. Мы решили разобраться, стоит ли в 21 веке сохранять традицию башенных часов. Часы в башне дома под шпилем установили в конце 20 века. Они хоть и новые, но уже стали визитной карточкой Барнаула. Это один из четырех объектов, которые заявлены в аукционе по ремонту. Согласно данным проекта контракта, подрядчик также должен будет привести в порядок башенные часы на пересечении улиц Малаховой Георгия Исакова, на проспекте Строителей 22 и на улице Союза Республик 40. Часы – это один из символов города. Еще в средневековых городах существовали специальные часовые башни на ратушах. И в России самыми известными такими часами являются московские куранты. Поэтому другие города, по примеру Москвы, также устанавливали у себя башенные часы. И Барнаул не стал исключением. Часы могли появиться в краевой столице еще до революции. Пожар в 1917 году уничтожил здание, на котором их хотели разместить. В 70-х годах прошлого века установили башенные механические часы на здании на углу проспектов Строителей и Красноармейского. Барнаульские куранты стали честью архитектурного ансамбля при вокзальной площади. Наличие механических часов, главных городских часов, именно механических, со стрелками, с циферблатами – это поддержание определенной исторической традиции. Это свидетельство того, что Барнаул – это тоже город и тоже достаточно старый город. Это не новодел, который может похвастаться только какими-то последними достижениями цивилизации. Какими-то электронными часами. Сейчас комиссия определяет подрядчика для ремонтных работ. Их будет контролировать Комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. Судя по контракту, подрядчик установит новые механизмы взамен старых. Покрасит часы, зальет электрооборудование трансмиссионным маслом. Будет следить за правильностью хода и устранять неполадки. Ремонт городских часов начнется в апреле и продлится практически до конца года. Анастасия Меншакова, Роман Хайрулин. Новости. Создать мужской костюм без примерки может алтайский конструктор Валерий Конников. Уже 55 лет он надевает барнаульцев. В его базе 2000 клиентов, которые не дают мастеру переехать в Москву или уйти на пенсию. После приостановки работы многих брендовых магазинов число желающих сшить костюм на заказ удвоилось. Как владелец ателье планирует справиться с повышенным спросом? Расскажем прямо сейчас. С уходом некоторых брендов одежды с российского рынка владельцы ателье заметили повышение спроса на свои услуги. В их числе Валерий Конников из Барнаула. Мастер привык работать с постоянными клиентами. Их в базе около 2000. Но в последний месяц интерес к одежды, сшитой на заказ, у барнаульцев возрос. К Валерию Николаевичу стали обращаться почти в два раза чаще. Уже приходят, говорят, раньше я брал вот такие брендовские, такие вещи. А сейчас их не завозят. Нету сейчас завоза. Сейчас в данное время пошли сейчас выпускники. В магазинах уже ничего не подобрать. А сейчас выпускники худенькие, высокие. В магазинах этих вещей нету. Все идут сюда на выпускные. Потом после выпускников пойдут все свадебные. Многие клиенты приезжают в ателье Иконникова из Москвы и Санкт-Петербурга. Они заглядывают к Валерию Николаевичу в начале отпуска. К его завершению костюм всегда готов. Конструктор владеет беспримерочным методом построения одежды. С его помощью изготовить костюм можно за два дня. По горловине укладываю. И начинаю при помощи вот этой тесьмы, начинаю движение. То есть где ему сократить. Этот метод позволяет шить изделия гораздо быстрее, не отвлекая клиента на бесконечные примерки. При этом во время подгонки макета конструктор учитывает и скрадывает все недостатки фигуры. Маскирует сутулость и живот. Мастер освоил эту методику в 70-х годах прошлого века на показательном семинаре Михаила Воронина. Мы посмотрели, я, конечно, обалдел. Как так? Без единой примерки. Какой-то макет там дергаются эти ленточки, подгоняют, вырезают, отшивают. У нас с примеркой так не получалось. А у них без примера там такие идеальные вещи. Освоив технологию, Валерий Николаевич сам стал проводить семинары в Новосибирске, Семипалатинске, Омске, Кемерове и Красноярске. Сейчас ученики к мастеру приезжают сами. Звонят из Уфы, Перми, Челябинска и Санкт-Петербурга. А молодежь-то не выучили, не обучили. Это, считайте, десятилетия. Не учились, никаких там учебных комбинатов не было. И никто никого не учил, специалистов не стало. Это вот я один пенсионер остался, потому что мне дорога работа. И, как мои клиенты говорят, какая тебе пенсия? Мы тебе не то, что на пенсии отдыхать, мы тебе умереть не дадим. Собственно, ателье Валерий Иконников открыл 30 лет назад. Сейчас в нем работает три швии. Крейтмастер сам, помогает сын. В месяц отшивает около 30 изделий. Но теперь с приходом новых клиентов производство планируют расширить. Валерий Николаевич уверяет, что из 60 костюмов в месяц построить легко. Юлия Шеламова, Николай Бойко, Новости. В мае этого года исполнится 100 лет со дня постройки Чуйского тракта. Праздновать вековой юбилей уже начали в Алтайском крае. Ну а в Барнауле открылась выставка под открытым небом. Ее разместили в сквере у Краевого театра драмы. На 40 стендах отражены этапы становления и развития этой знаменитой федеральной трассы. Архивные материалы предоставили музеи региона. Современное состояние тракта запечатлено в фотоработах. Организаторы выставки управления по развитию туризма и курортной деятельности, а также туристический центр Алтайского края. Чтобы эта выставка была максимально доступной, чтобы и жители края, и, повторюсь, и наши гости узнали более полную информацию об этой замечательной легендарной дороге и уже проявив интерес к ней через выставку смогли воочию убедиться, что на самом деле это так. Ну а к этому часу пока все. Продолжим в 13.00. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин